МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Превратить обычный домашний телевизор в персональный инфокиоск. Ну и узнаем, как делают качественное и очень полезное рапсовое масло. Ну что, поехали! В наше время интернет становится незаменимой штукой. Всемирная паутина расширяет возможности человека, делает его жизнь более комфортной. Теперь и в Могилёве с помощью интернета через компьютер, ноутбук или мобильный телефон можно вызвать такси. Итак, заходим на сайт службы такси «Медведь». Входим в раздел «Онлайн». Заполняем форму. Откуда-куда? Первомайская 83, Челюскинцев 43. Рассчитываем приблизительную стоимость. Здесь есть такая функция. Итак, расстояние 4 километра 400 метров. Длительность поездки 8 минут. Стоимость 47 100 рублей. Устраивает. Поехали! 7 минут. Оперативное ожидание было недолго. Здравствуйте. Добрый день. Нам на Челюскинцев 43. Поехали. Челюскинцев 43 – это адрес Могилёвского такси «Медведь», самой крупной компании среди служб такси областного центра. Направляемся, можно сказать, в его штаб-квартиру, чтобы узнать больше о нашем такси. Насколько комфортно ехать вам в нашем такси? Все отлично, спасибо. Кожаный салон, удобно. Может быть, только если кондиционер чуть-чуть включится, больше душновато. Может, музыку погромте? Давайте. Итак, наше путешествие закончилось. 57-100 показал счетчик. В принципе, онлайн-расчет особо не обманул. Здесь цена варьируется из-за пробок. Это тоже влияет на стоимость проезда. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Здесь впервые столкнулся с такой услугой, как онлайн-заказ. Удобная штука. Да, согласен. Все делаем для пассажиров, чтобы было удобно, быстро. Пассажир набирает через интернет, заходит на наш сайт и отправляет заявку на заказ. Здесь оформление происходит в течение 30 секунд, сразу попадает на номер телефона водителя ближайшего. И машина подъезжает, минуя диспетчеризацию, минуя короткие губки. Я смотрю, у вас такие неплохие машины. Большой вообще парк у вас? Парк, да, не маленький. Мы стараемся обновлять все время машины, избегать более старых. И водители заинтересованы в том, что чем лучше машина, тем больше пассажиров. Кстати, вот он сам сайт, с которого можно заказать интернет-заказ. Расширяем свой перечень услуг. Есть услуга у нас трезвый водитель. Также у нас услуга есть как доставка еды. Все, что забыто в наших машинах, все привозится к нам в офис. Кстати, когда мы к вам ехали, вроде бы я телефон в салоне оставил. Здравствуйте, еще раз. Мы забыли свой телефон. Ой, спасибо большое. Спасибо. Ну, вот это самое сердце такси-медведь. Диспетчерская. Да, здесь у нас два диспетчера и старший диспетчер. А семь-дем, где надо послушать? Мы первая в Могилеве фирма, которая перешла на полную автоматизацию. Вы видите, нету ручек, листочка, все идет через компьютер. Девчата занимаются только тем, что принимают заказы. То есть мы пытаемся избежать той ситуации, когда есть короткие будки. У нас их быть не должно. Пассажир всегда должен дозвониться, а звонится диспетчер. Диспетчер на сегодняшний день может рассказать стоимость проезда. Примерно, без учета дорожной обстановки. То есть если пассажир говорит четкий адрес, допустим, с непокоренных семь, там, на Симонова 20, юридический адрес, диспетчер говорит цену. Примерно, без учета дорожной обстановки. Спасибо за интересный рассказ. Я думаю, наши телезрители узнали больше о нашем Могилевском такси. Спасибо, что приехали. Ну, спасибо. Слишком много мне еще прокатиться хотя бы до работы. Да без вопросов. Выбирайте любую из машин и ездите. Хорошего вам привыкаешь быстро. Спасибо. 2009 год. В Беларуси появилось новое телевидение IPTV. Или, проще говоря, интерактивное телевидение. Что это такое? Хотите узнать? Идемте с вами на экскурсию. А проведет ее Владимир Цой, начальник отдела продвижения услуги компании Белтелеком. Что такое интерактивное телевидение? Ну, скажем так, интерактивное телевидение, оно позволяет управлять эфиром. То есть до сих пор абонент был привязан к сетке вещания. С приходом интерактивного телевидения меняется практически все. То есть теперь абонент может смотреть интересующие его передачи в то время, когда он пожелает. Звучит фантастически, но это факт. Отмотать телефир возможно. Правда, не до бесконечности. Таких технологий в мире еще не придумали. Бесконечно назад мы отмотать не сможем. Насколько отмотка? Отмотка максимальная на 48 часов. Ну, не спешите скептически улыбаться. Выход найден. Интерактивное телевидение предлагает просто записать нужный файл или программу. Причем независимо, была она в эфире неделю или две назад. Еще один плюс нового ТВ. Функция пауза. То есть вам необходимо отвлечься. Нажали паузу, сделали дела и продолжили смотреть дальше. Представьте себе, в режиме паузы картинку можно заморозить на полтора часа. Сколько можно смотреть каналов? На интерактивном телевидении зала можно смотреть до 80 каналов. То есть в базовый пакет входит 42 канала, а остальные каналы подключаются дополнительными пакетами. Эти пакеты включают в себя новостные, спортивные, детские, развлекательные, познавательные и музыкальные телеканалы. Есть даже пакет, где можно смотреть фильмы в 3D и в HD-качестве. А самое удивительное, интерактивное телевидение зала способно превратить ваш телевизор в персональный инфокиоск. ТВ-банкинг называется. Платежи по банковским картам. Выбираем и попадаем. Вот список банков, которые доступны для... То есть это коммунальное можно оплатить? Да, да. Это полностью все платежи, которые доступны через ЕРИП, вы можете проводить через телевизор. Что касается оборудования для подключения интерактивного ТВ, то оно выдается бесплатно. Согласитесь, даже звучит непривычно. Еще один момент. На интерактивном телевидении зала постоянно появляются новые телеканалы. Интересуемся, что за непостоянство? Для того, чтобы разнообразить наполненность пакета, периодически включаются на тестовой основе новые каналы. И если этот канал достаточно рейтинговый, его включают в пакеты для просмотра на постоянной основе. Выяснив, что такое зала в теории, отправляемся к телекоммуникационному центру. Здесь, как меня заверили, находится сердце интерактивного телевидения. Это режимный объект, и попасть в нашей съемочной группе сюда было нелегко. А шумит-то как, а? Валентин Иванович, здравствуйте. Добрый день, Николай. Где я нахожусь? Мы рады вас приветствовать в нашей серверной. В блестке тела рук белок целиком. Это наша основная серверная, где расположено оборудование IP-телевидения. Валентин Иванович, а вот это вот что за батарейки? Это аккумуляторные батареи, которые обеспечивают бесперебойное питание нашего оборудования. До 10 часов мы можем работать без внешнего электропитания. А теперь смотрите внимательно. Это видеосервера, гигантские машины памяти, где хранится весь видеоконтент интерактивного телевидения с зала. На текущий момент здесь могут смотреть телевидение в онлайне. Порядка 140 тысяч абонентов Могилевской области. И порядка 25 тысяч абонентов могут смотреть видео в зависть. За качеством картинки следят в так называемом отделе технического контроля. Здесь, в комнате мониторинга, ведется непрерывный контроль за работой оборудования. Смотрят, контролируют. Но все равно иногда случается, что картинка зависает или рассыпается. Оказалось, проблема вовсе не в оборудовании, а в телефонной линии. Решить ее можно, позвонив службу техподдержки 123. Огромное спасибо за экскурсию. Все-таки, признайтесь, минусы есть у интерактивного телевидения? Минус, это естественно, что при подключении к услуге к вам в дом заезжает еще один пульт. Интерактивное телевидение ЗАЛА – это возможность возобновить просмотр в удобное для вас время. ЗАЛА. Управляйте своим телевидением. ГОЛООО! А это предприятие Могилев Хлебопродукт. Вы спросите, а почему мы здесь? А я отвечу, да потому что здесь делают отличное рапсовое масло. Здесь немного шумно и душновато. Мы пришли в цех предварительного присылания семян рапса. Здесь нас ждут. Максим, здравствуйте. Мы не обождали. Нет, как раз вовремя, мы как раз начали. Что за синие агрегаты? Ну, это пресса предварительного отжима. На них мы получаем частично масло и подготовленный продукт для основного отжима. Для производства масла используются семена рапса первого и второго класса. Все происходит в этих аппаратах. Но пока масла мы не увидим. Первые этапы производства происходят, так сказать, в закрытом цикле. Что за штурвал? Как-то он не крутится. Это для регулировки качества. Регулировать можно только, когда стоит производство. То есть сейчас, когда идет отжим, да? Да, это невозможно сделать. Надо останавливать пресс. А так было бы интересно, да? Было бы интересно, да, но надо два человека как минимум. Идем дальше. Следуем за маслом. Со второго этажа перемещаемся на первый. Здесь уже получается непосредственно основной отжим масла и основной отжим жмыха. Все. Дальнейше уже идет масло на фильтрацию, жмых на хранение. То есть вот буквально вот эти два этапа и масло уже готово. Абсолютно верно. То есть это просто достаточно? Абсолютно верно. Оборудование вполне надежное. Как здесь говорят, может работать без остановки 350 дней. Но и за ним, на всякий случай, нужен контроль. Вот с этого компьютера. В случае какой-либо нештатной ситуации загорается предупреждающий сигнал и раздается сирена. Оператор сразу может оперативно реагировать, где что произошло. А последнее в производстве масла дезодорирование и рафинирование. Сложные химические процессы. Вот оно масло после фильтрации. Ее еще ждет дезодорация. И рафинация. Все идет в закрытых ямкостях. И к тому же пошагово меняется температура. Все. Рапсовое масло готово. Остается разлить в пластик. Сущие пустяки. А хотите фокус, кстати, любимый фокус Дэвида Копперфильда из маленькой колбочки, у нас может получиться. Нажимаем кнопочку. Оба-на. И вот у нас получается. Большая тара. Вот это мы и видим перед собой. Реальный цвет рапсового масла. Максим, я знаю то, что рапсовое масло очень полезно. А вот как лекарство можно его пить? Я попробую. Абсолютно верно. Одна столовая ложка рапсового масла заменяет суточную норму витамина Е. Всего лишь столовая ложка. Здоровее. О, да. Польза такая же, как это оливковое. Цена намного дешевле. Плюс большое содержание витамина Е. Плюс борьба, то есть профилактика онкологических заболеваний, именно рапсовое масло, укрепляет стенки сосудов, борется с вирусами в клетке. Это основное. В нем нету вредных веществ. Это основное. Только польза. Никакого урона оно не приносит. Я слышал то, что девиз предприятия вкусно, запитая полезно, запитая от души восхитительный знак. Эти слова действительно подкреплены делом. Как вы могли заметить, да, мы подкрепляем свои слова делом. Вот такие вот дела. Это был телепроект «Знай наше». Скоро вас ждут новые открытия. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова